Сегодня мы также говорим о джангаре. Джангар и его 12 героев-сподвижников – это воплощение истинной воинственности пробужденных воинов. Что за истинная воинственность и что за пробужденные воины? Истинная воинственность, в первую очередь, это не навыки ведения боя или навыки ведения войны. Истинная воинственность воплощает в себе силу, достоинство и пробужденность, которые изначально присутствуют в каждом человеке, абсолютно в каждом человеке. И эти силы позволяют человеку увидеть бесконечные ресурсы силы, всегда доступных этому человеку. Вот если мы посмотрим на себя, если каждый посмотрит на себя без какого-либо стеснения, без тени сомнения, если каждый посмотрит на себя, то он обнаружит в себе эти силы, доступные для человека. И воплощая их жизнь, человек тогда может радоваться жизни и преуспеть в своих делах. Ну а когда приходит депрессия, когда мы подвергаемся депрессии, бессилию или теряем вдохновение, то получается нападает самый злейший враг – это страх, трусость. Собственный страх, собственная трусость. Корни этого страха идут из ума. Ну а заносчивость, задиристость, дрожливость – это всего лишь другая сторона того же самого страха. Это страх оказаться слабым в глазах других людей. Правильно? Это же тоже самый страх. Так вот, это истинная воинственность. Пробужденный воин. Кто такой пробужденный воин? Кто идет по этому пути? Для того, чтобы идти на пути пробужденного воина, следует понять сначала, кто я. Задаться себе вопросом «Кто я? Кто ты? Кто он? Кто я?» в первую очередь. Вот если мы посмотрим, разве я – это имя? Вот один человек называет меня по имени, другой человек по имени, отчеству, третий по фамилии, четвертый там, кто-нибудь друг, близкий по имени, умешательный в аскальдной форме, кто-то по прозвищу, кто-то там еще что-то про меня придумал и так далее, и так далее. Это говорит о том, что я – это не имя. Дальше. Разве я – это тело? 20 лет назад я был метр с кепкой, сейчас метр 70, а лет через 50-60, ну, чем позже, тем лучше. Мое тело вообще будет кормом для червей и удавлением для растений. Значит, мы можем сказать, что я – это не тело. Разве я – это ум? Ум – символ ума, суетливого ума – это обезьяна, который суетится, суетится, суетится и ничего не делает. Вот это ум. Все мысли человека приходят извне. Как облака в небе, они приходят, уходят, приходят, уходят. Или как волны в океане. Они сверху на поверхность приходят, уходят, появляются, исчезают. А океан, а небо? Так вот, понять, кто я – это уже дело каждого человека. Поняв природу ума, человек может переступить через ограниченность ума, через свои собственные страхи, через негатив, потому что все негативное рождается в уме. Ум – это как инструмент, вот как рука. Рукой я пользуюсь, мне надо сжать кулак, я его сжимаю. А надо, я просто ее отпустил, и все. Тоже так же следует обращаться и с умом. Ум – отличный, самый лучший инструмент, но самый плохой хозяин. Далее. Так вот, человек, полнявший природу своего ума, при этом проявив бесстрашие и отвагу, тот человек может называться пробужденным воином. И тогда человек может увидеть радость жизни, может принять в себя эту жизнь и жить бесстрашно, с радостью и с позитивом. Истинная воинственность и пробужденные воины – это относится к Джангару, к его героям с подвижником. И вот бытует мнение даже среди представителей нашего народа о том, что буддизм сделал наших предков мирными и невоинственными. Так вот, что я хотел на это сказать. Сам основоположник буддизма, Будда Шакьямуни, он сам был из касты кшатриев. Кшатри – это каста царей и воинов. Сам Будда, а до того, как он стал Буддой, его звали Сидхарха Гаутама, он был совершенен в девяти мужских достоинствах. То есть в девяти военных мужских искусствах, он был совершенен. Кстати, в Джангаре «Хардокшин санлун макталды тимы юбмидбене» – есть такие слова в восхвалении благодаря строгого санала. «Ирин ясин нердым тексексин» – то есть «совершенный в девяти мужских достоинствах». То есть понятно, да, кому эта отсылка идет. И сам Будда Шакьямуни, его эпитет Шакья Синха – «Халенгар Болхла Шакьян Арслын», то есть «лев» из рода Шакья. И действительно, если посмотреть, то Будда смог победить Мару. Мара олицетворяет негатив, оморчение ума. Смог победить, смог переступить через свой ум и пробудиться. И абсолютно каждое существо имеет потенциал пробудиться, абсолютно каждый, в том числе и каждый человек. В христианстве говорят, что Бог есть в каждом человеке. В буддизме мы говорим, что природа Будды есть в каждом живом существе. Так что каждое существо, в том числе и люди, могут достичь этого. Достичь пробужденности, стать пробужденными воинами, показать истинную воинственность. И таким образом нести миру любовь, сострадание и добро. Если посмотреть на джангар, на эпос джангар, если говорить о истинных джангарчи, то раньше джангар передавался в устной форме, а сейчас он есть текст, написан на бумаге. Раньше джангар был, как сказать, доступен именно джангарчи, потому что они знали текст и могли размышлять о джангаре, о поступках героев. Вот если мы говорим истинный джангарчи, как я раньше говорил, он должен суметь показать в общих чертах страну, бомбу, героев, дать характеристику героям, уметь исполнять песни. Но деятельность джангарчи этим не ограничивается. Потому что, зная тексты, он мог размышлять с точки зрения морали, и с точки зрения дхармы. Он мог размышлять, почему герои поступают так, в определенный момент, почему по-другому. Даже если мы посмотрим, то многие поступки героев противоречивы. И поэтому, как один мой старший товарищ, мой друг, он мне сказал, на поступки героев надо смотреть не привычным взглядом, а непривычным взглядом. То есть, в первую очередь, не тут раздельно, не привычным взглядом, как мы привыкли смотреть сериалы, фильмы, а непривычным взглядом. То есть, понять, что буддизм – это самая главная мотивация. Да и не только буддизм, а вообще, наверное, жизнь – мотивация. И понять, что их мотивирует, почему они так поступают. И джангарчи мог анализировать их поступки и думать об этом. Но сейчас, в наше время, джангар написан на бумаге, поэтому у каждого есть доступ к джангару. Но, чтобы разгадать вот эту вот суть, смысл, наверное, надо, ну, как я уже ранее говорил, надо развиваться в соответствии с традиционной культурой. То есть, люди, знающие о буддизме, практикующие люди, да и не только буддизм, вообще люди с высокой нравственностью, такие люди могут разгадать какой-то код джангара, понять его суть. Вот, хотел кое-что сказать, и не побоюсь я этого сказать вслух. И увидят, если увидят монголы или буряты, то можете мне написать. Я этого не побоюсь сказать. Потому что я в этом абсолютно уверен, абсолютно. Среди всех монголов самые воинственные – это айраты. Верно, верно. Среди айратов самые воинственные – вот айраты, есть айраты в Синьцзяне, в Западной Монголии, айраты во Внутренней Монголии, айраты в Киргизстане и мы. Из айратов самые воинственные – это калмыкии, мы – халингуты. И я в этом уверен. И у нас, вот у нас есть три великих имени, три очень великих имени, известных на весь мир. Первое имя – это монгол. Весь мир знает Чингисхана, весь мир знает о Великой Могольской империи. Весь мир абсолютно. Это наше первое имя – монгол. Второе имя – вюрт, то есть айрат, вюрт. Когда Великая Могольская империя распалась, образовался Айратский союз, союз четырех айратов. И этот союз наши предки не давали покоя чингизидам ни на востоке, потому что и монголами, восточными монголами управляли потомки Чингисхана, ни с другой стороны. То есть у чурских народов ими тоже управляют чингизиды. И Галдан Баштухан, когда была Джунгария, завоевал восточный Туркестан и обложил данью соседствующей народы. Айраты, объединившись, даже с Волги, наши калмыки, пошли в определенное войско, чтобы захватить Тибет. Айраты объединились, захватили Тибет и посадили на престол Тибета Далай-Ламу. Первое, это сделали Айраты. То есть вся Азия знает, кто такие Ирдут, Ирт, Айраты. Это наше второе имя, Ирт. И третье имя, Хальмык, это наше имя. Тоже не менее великое имя. Почему? Вот некоторые говорят, мы должны назвать себя Айратами. Да, в последнее время говорят? Мы не калмыки, калмыки нас так называли. Кличка. Кличка, да. Но, а что скрывается за этим именем? Хальмык. Первыми в Европу буддизм кто принес? Хальмгут, калмыки. Далее. Наши предки Хальмгут стояли на южных рубежах Российской империи. Верно? Верно. Наши предки прошли по всей Европе. И евреанин турулсен беджи, дудулсен беджи. И свое имя прославили во всей Европе. Даже в Париж, как вы знаете, вошли первыми Хальмгут. То есть, это не менее великое имя. Калмыцкий хан первый в Европе издал указ о всеобщем образовании. Дон Дуг Дашхан. Только после его смерти, через несколько лет, австрийский король издал указ о всеобщем образовании. Вот. Дальше. Хальмгут. Первые принесли буддизм. Дальше в Европу. Западную Европу. То есть, когда было... Слово из головы вылетело. После Гражданской войны, когда наши многие белые генералы, белые вот... Калмыки, участники Белого движения, они принесли буддизм в Европу. Далее. Первыми принесли буддизм в Америку. Тибетский буддизм первыми принесли. Хальмгут. Это тоже не менее великое имя. Три славных имени. Монгол, Вёрд, Хальмг. И этим именем я горжусь, буду гордиться, так же, как и своим эпосом Джангл. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка о Даунхойрхудл «72 небылицы». Рассказ «Диалог Гемельхун», приметы 25-го позвонка овцы и образец гаданий «Далын Шиндже» «Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта-калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Mendift N.B. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.